Девушки отдыхают Давайте поаплодируем, Леша, доброе утро, спасибо огромное, что вы посетили наш, ну что, как сказать это, веселый ангар, вот так бы я сказал Друзья, я напоминаю, что Алексей к нам пришел не случайно, во-первых, он популярный, талантливый певец, актер, автор-исполнитель, спортсмен и прочее, но самое-то важное заключается в следующем Сегодня, 14-го числа, финал Евровидения, я не знаю, каким образом, Алексей, вам удастся вот обратно туда полететь, я не знаю, как это произошло в преддверии сегодняшнего финала На самом деле, я не еду обратно в Дюссельдорф, я собираюсь здесь, здесь, вот прямо здесь выступать и хочу просто делать прямую трансляцию Прямо вот отсюда? Конечно Это было бы неплохо И я бы так хотел хотя бы один раз оказаться в Дюссельдорфе, хоть и таким, идиотским способом Ну хорошо, Леша, а что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить еду Так Уже удивил Так, Алексей И? Так вот, сегодня мы будем готовить два блюда, я здесь уже поставил, пока ты объявлял и читал стихи, я уже начал Воду кипятить Воду кипятить, спасибо, что ты помог мне с названием Сегодня мы будем готовить очень простое блюдо, но жутко вкусное и очень простое Ну да Это сосиски, дело в том, что я периодически... Все, спасибо, можно дальше не рассказывать Сосиски будем готовить сегодня, ребята, поехали Это интересный сосиски Вода стоит, сосиски, Владимир, реклама на первом канале Необычные сосиски Вот, необычные сосиски от Алексея Воробьева в смаке Что это будет? Каким? Почему мандарины? Почему апельсины? Почему клубника? Почему... Вот это я даже не знаю, что это, Леша? Это я с собой принес, это мой талисман Я его обычно ношу сегодня Да, Алексей, только вы его почему-то прячете под одежду, обычный талисман А сегодня почему-то вдруг не остались Давайте, знаете, это вам... Удивляйте этим ваших там фигуристов А у нас не надо здесь У нас поэтому и стол здесь Так, пожалуйста Значит, что сосиски необычные? Как мы необычные сосиски? Ладно, я рад, что ты тоже принес сегодня свою штуку, которую сам обычно прячешь под одеждой Это сердце, Леша Сердце Макаревича, которое граница здесь Итак Так вот, сегодня мы будем готовить сосиски Дело в том, что я определенное время своей жизни, я жил в общежитии И там моим хитовым блюдом были сосиски с грушей, завернутые в бекон Потому что наесться можно очень быстро Реально, две маленькие сосиски, и ты уже чувствуешь... Сосиски с грушей, вот я грушу принес, исключаю Завернутые в бекон Это общежитие, это... Давайте сразу уточним Общежитие это было... Общежитие при каком учебном заведении? Школа-студентка Уже при школе-студентка То есть, соответственно, студенты знали, что вот если Леша готовит сосиски завернутые в бекон с грушей, то все наедятся Да То есть это прямо рецепт твой Абсолютно Все, давайте начинать готовить Еще пюрашечку кури Пюрашечка Хорошо, пюрашечка, что мы... Из чего мы готовим пюрашечку? Из картошки, как это ни странно Ну, я не знаю, просто здесь лежит корень сельдерея, может быть, из него тоже? Нет Оставь сердце Оставь сердце в покое, оно нам тоже понадобится Хорошо, картошка Это будет оригинальный рецепт, опять же, картошки Тогда, Алексей, я попрошу вас сделать... Ребенка Так, подожди Давайте, да, я понимаю, что все под одну гребенку уже у тебя Оооо! Ну как так? Ну так же нельзя Я правильно делаю, что я чищу... Да, но вот это... Вот этим лучше чистить картошку Я понимаю, что ты не очень опытный повар, я тебе помогу Я совсем не опытный повар, я... Если хочешь, дай мне нож Вот это, например Вот это Здесь нужно сразу отрезать, потому что он нам не понадобится Так, убрали Значит, вот это нам не нужно, правильно? Да, вот это нам Окей Это просто нужно почистить Вот, причем, неважно, как... То есть, когда снять верхний, я тогда буду... Да, 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 ты чистил То есть, это мы делаем для... как гарнир к сосискам Леш, но насколько я понимаю, ведь такая творческая, театральная, музыкальная, кочевая жизнь достаточно рано началась Во сколько ты стал ездить по гастролям? Ну, мне 15 лет было, когда я начал работать в Турской филармонии Так Потом сразу начал работать сразу в нескольких ресторанах 15 лет, и ты делал в ресторане? Да Три ресторана Слушай, это было очень смешно Потому что, ты можешь себе представить, когда... Ну, мне было 15 лет, у меня была очень смешная прическа Ну, было модно, знаешь, вот так вот ставить вот такой вот хохолок Вот, одевать... Старить хохолок, да? У нас так тоже это называлось, так Одевать широкие штаны, вот И самое смешное было, когда ко мне подходили, вот в этом моем наряде, вот И кто-то давал мне сотню и говорил, рубли, естественно Ну, естественно, рубли мне дают и говорят Паренек, Владимирский Централ, говорили мне И что, ты пил Владимирский Централ? Я пил Владимирский Централ В 15 лет, но это было... Я делал сразу, знаешь, вот этот вот прищур Так очень серьезно вставал, с этим хохолком накрашенным, понимаешь? Потому что я еще был более блондинистым Я делал милирование тогда, и мне казалось, это жутко модно Ну, это действительно, это и... Я вставал, и весна опять пришла И вот этот вот подросток, 15-летний, который... 15-летний мальчик с крашенными волосами пел Владимирский Централ Это было очень смешно Я думаю, что это была достопримечательность Тулы Слушай, ну а сколько проработал ты вот в подобном заведении? Ну вот до 17 лет я работал... Два года в ресторане? Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, Алексею Потому что, мне кажется, это... Ну, просто это незаменимый опыт Ну что? Картошка практически доочищается Нам нужно какие-то, наверное, разрезать... Сельдерей нужно нарезать ломтиками, кусочками, потому что иначе он не сможет... Долго будет вариться, да? Да-да-да, он будет долго... Ну, какими-то вот такими вот... Да-да-да Леша, а что составляет твое меню? Я убежден, что всем же хочется узнать, чем питаются молодые звезды Но ты человек невероятно занятой Я просто продолжу Ты, видимо, то, что у тебя началось в 15 лет Ты так в течение всей жизни одновременно снимаешься Да Выступаешь, поешь концерты, клипы, музыка и кино И плюс еще катаешься на коньках и побеждаешь с Татьяной Навкой Да, так и было Но, я скажу честно, мне кажется, еда это как бензин для автомобиля Нужно в современном мире, нужно успевать быстро поесть Просто для того, чтобы дальше действовать Нам не нужно так много, вот этого нам уже абсолютно хватит Да? Да, вот это... Вот это не надо? Это можно сохранить, сберечь Все, это мы отложим Так, то есть, как бы ты такой быстрый, быстрый просто заехал на пит-стоп Ты перекусил и дальше тратить... Тратить энергию Значит, это мы... Я думаю, что нам нужно картофель, мне кажется, тоже разлезнуть Зачем нам целиком он нужен? Быстрее сварится, нет? Ну, можно, конечно Мне кажется, что вот так вот будет... Для скорости Для скорости Так, кипит вода? Да Кипит вода Рики, прекрасно Мы можем это совершенно спокойно сюда опускать Аккуратно ходи Аккуратно, сейчас все будет Так, все Раз, два, три Пускай закипает Значит, друзья, это для пюре После этого мы будем это скрывать и делать из этого пюре Да? Да Есть какой-то рецепт, Леш, который... Который вот, вот ты знаешь, вот нет возможности поесть Нет возможности быстро что-то перехватить Но ты съедаешь вот этот кусок бараньего, ну, к примеру Бараньего плеча И ты знаешь, что ты выйдешь и споешь Ну, правда Кто-то пьет коньяк до выступления Нет, вообще... Кто-то пьет коньяк вместо выступления Кто-то сырое яйцо Кто-то вареное, да? На голодный желудок петь вообще нельзя Потому что больше одной-двух песен просто не вытянешь Потому что, ну, голос начнет быстро садиться Серьезно? Да На голодный желудок петь невозможно Поэтому перед тем, как... Самый, наверное, быстрый, легкий способ Это, кстати говоря, бананы Потому что, во-первых, их везде можно купить сейчас А во-вторых, они очень калорийные Ими очень быстро наедаешься И в них еще есть гормон Там у них есть какая-то штука Которая вырабатывает гормон радости в человеке Поэтому это жутко полезная и очень классная вещь Два банана, и можно уже отпеть 45 минут Концерт вообще легко уже Два банана, и можно отпеть концерт 45 минут Я вообще работаю за еду обычно Мне перед концертом дают два банана Я говорю, а Леша, может... Ну, ладно, Леша, ну, перестань Ну, как ты, ну, что ты, ну, зачем ты так говоришь Ты человек... Мы не можем просто такие вещи говорить Ты человек, который представляешь нашу страну на Евровидении Что же мы будем говорить на Евровидении? У меня вообще четыре банана На Евровидении, чтобы говорить, что Алексей работает за еду на Евровидении Будем говорить за бытовую технику Миксер Леш, значит, что? У нас для первой мы все приготовили Знаешь, подожди, подожди, сделаем паузу Сделаем паузу, не торопись, смотри, у тебя, видишь Ты, 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 ты как бы... Да Вот посмотри, я уже в другом темпе существую Друзья, сейчас короткая пауза У нас реклама небольшая на первом канале После которой мы вернемся, его значит, что бри В переводе с украинского означает Бабушка, ты зачем усы сбрила? Клава, Зина, вы такие замечательные девчонки Как же с вами весело в этом вагоне-ресторане А почему вы все время мне подливаете коньяк? Михаил Зощенко, спи скорее Дорогие друзья, с Максом в первом канале У нас в гостях сегодня Алексей Боробьев, который готовит пюре Леш, ну нам нужно переходить непосредственно, я так понимаю Да, к главному блюду К главному блюду Итак, что для этого нужно? Пожалуйста, доставайте Для этого нужны сосиски 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 и бекон И бекон Прекрасно Еще груша Я так понимаю, что предпочтение тут... Говяжьи Говяжьи О чем свидетельствуют друзья? Да-да-да, на них татуировки, видишь? Это специальные говяжьи сосиски Я фантастически Я первый раз такое вижу С татуировками Написано «Говяжьи», прямо на самой сосиске Слава Богу, вот мы возвращаемся к истокам И ты, как человек, который пел долгое время в фольклорном ансамбле Должен знать, что есть, была на Руси такая профессия Расписчик сосисок По сосискам писарь Вот, как эта профессия называлась Писарь по сосискам И вот, человек, владеющий этим уникальным мастерством Слава Богу, обнаружился в Вологодской области Человек при помощи гусиного пера На сосиске, при лучине Пишет говяжьи Что нам нужно сделать? Мы берем сосиску Я знаю сейчас, вот эти вот штучки Нет? Извините Нет, я просто так люблю Вот это такой идиотизм Я помню, когда я учился в институте Разрежаешь так крестиком сосиску А потом раз ее на сковородку Она такая становится Ну, это, я так понимаю, у меня у одного такая радость была Пожалуйста Ну да, все остальные ели сосиски Нужно сделать, как это ни странно Из сосиски Книжечку вроде того Сейчас я... Я понимаю, да То есть нужно, чтобы она раскрылась Но при этом не развалилась Но не развалилась Это очень правильно Нужно, чтобы она раскрылась, но не развалилась Пробуем Раскрылась, но не развалилась Ну, например Вот так, да? Да Ну, вот, вот Ну, вполне Очень талантливый у тебя получилось Ну, вполне Чтобы туда что-то поместилось, правильно? Что-то туда поместилось. Сколько нужно таких сосисок? Так, сделаем штук шесть. Леш, у нас была здесь Таня Навка, которая рассказывала, уже мы чествовали ее с победой, поздравляли и так далее. Я не могу понять, как ты человек абсолютно неподготовленный, сломав руку, тем не менее, не просто вернулся, а вернулся настолько триумфально. Вот у тебя, ты понимал, что ты рисковал, ты мог на всю жизнь остаться с кривой рукой? Ну вот здесь у меня шуруп до сих пор, например, вкрученый. Вот сейчас у тебя шуруп здесь? Ну да, вот тут вот. Серьезно? Да, в руке в этой шуруп. Но я там не только руку, я здесь надорвал связку в колени. Аплодируйте, пожалуйста, Леша. Это такое мужество, которое вызывает просто желание... Я просто, знаешь, вот я глядя на тебя, я думаю, что многие просто захотели себе вернуть шуруп куда-нибудь, просто чтобы быть солидарным с тобой. Хорошо, что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Грушу, да? Дальше мы берем грушу, да. Так, давай, я возьму две. Да, возьмем две. Смотри, ну, естественно, нужно ее просто разрезать для начала. Разрезать грушу на четыре части, потому что нам нужны будут тонкие ломтики. И мы нарезаем грушу на тонкие ломтики. Да. А как такое пришло, вот такое, я не понимаю, откуда такое сочетание вкуса? Вообще-то, что-то французское, когда груша, сосиска. Не знаю. Напоминает объявление на сайте знакомства. Груша, сосиска. Так, и что мы делаем дальше? Вот эти вот тонкие ломтики. Так. Ну, значит, чтобы они прямо... В общем, нужно сделать так. Сейчас я покажу. Покажи. Как бы сделать пару с этому кораблю, смотри. Нет, тогда бекон не сможет завернуться. Нужно, чтобы эта штука была еще тоньше. Потому что это, в принципе, просто добавляет привкуса. Когда ты ешь сосиску с беконом, груша, она... Смотри-то это, что я предлагаю. А вот если так. О! Замечательно. Да, и так же, то есть, как бы тоненькие ломтики, которые... Ну, вот я режу себя на две части, чтобы вмещалось, как бы, оп, смотри, сразу в одну сосиску. Я бы хотел сейчас, знаешь, что сделать? Пока. Соль, соль, соль. Вот она. О, овощная. А подойдет ли овощная соль? Отлично. А почему нет, да? Сколько? Я думаю, что вот так-то. Ну, смотри, сколько тут у нас воды-то. Хоп! Это все? Хорошо. Это больше не надо. Это домой. Это больше не надо. Смотри. Сейчас мы это все перемешаем. Так, перемешиваем. Ну и все, поскольку это время еще чуть-чуть поварится, и мы будем это сольем. Отлично. И будем делать из этого пюре при помощи какого-нибудь... Человека. Так. Так, отлично. Что делаем? Значит, я вот... Да. Все, я все понял. Я сейчас быстро схватываю подобные вещи. Иван, вот скажи мне, я недавно прочитал в журнале, так, что ты будешь играть Че Гевару в кино. Скажи, какие чувства при этом ты испытываешь? Очень важно, это от этого зависит ответ. Я испытал радость и гордость. Радость и гордость. Потому что я за счет своей внешности Че Гевару все равно бы не смог сыграть. Я могу Иванушку дурачка поиграть в кино. Вот, Че Гевару никак. Но это здорово, если вдруг ты сыграешь Че Гевару. Я бы очень рада порадоваться. Я могу тебе сказать, ты абсолютно прав. Действительно, подобная лживая информация выходила в теоретическую кассу. Да. Но, к сожалению, друзья, к сожалению, друзья, могу официально заявить. Мне поступило такое предложение, действительно, от замечательного кинорежиссера Эмира Кустурицы. Но у нас не совпали графики. И родственники Че Гевары были против, чтобы их предка играл человек с эстонской фамилией. Там какие-то идиотские венесуэльские клановые дела. Я не вмешиваюсь в этот идиотизм, поэтому просто хотел бы предложить замотать сосисочку в бекон. Я правильно понимаю, что мы будем оборачивать? Да. Покажи, как это делается, Леша. Я покажу. Нужно взять и прямо по спиральке... Я понял. Все, я услышал. Слово спиралька помогает. Помогает. Ну смотри, ну не хватит одного кусочка. Вот поэтому я и хотел, чтобы бекон был подлиннее. Ну подожди, а мы можем попробовать два. Смотри. Ну что нам помешает два? Ну вот смотри. Вот два. Ну прекрасно. Ну что такого-то? Ну смотри, если у тебя сосиска... А, я понял в чем, да. У тебя красота, а у меня пленный немец. Я понял в чем дело, да. Нет, я считаю... Я услышал тебя. Нет, Леша, я согласен. Так гораздо более красиво, как ты предлагаешь. Посмотри. Вот. Да? В еде обязательно должна быть эстетика, потому что когда еда выглядит некрасиво, ее не захочется есть. Как пленный немец и другие славы. Как пленный немец. Мы можем выкладывать уже сразу сюда, да? Да, да, аккуратненько вот это вот сюда. Аккуратно выкладываем, да, красиво. И главное, что это очень быстро. Я убежден, что отечественное студенчество, среди которых, ну большинство твоих поклонников и поклонниц... Что? ...будут очень рады подобному блюду. Потрясающе. Да? То, о чем ты меня просил, правильно? Вот это, да? Да, так и есть. Все, делаем. Так. Так, так, так. Заворачиваем. Оп. Оп. Заворачиваем. Все. Скажи, ой, еще одна сосиска осталась. Я всех, кто принимал участие в проекте, связанном со льдом, спрашиваю, ты скучаешь? По льду? По льду. Или почему ты скучаешь в этом проекте? Очень смешно. Что за смешно? Ну я, ну, чтобы меня сразу подозревать. Ты что, ты думаешь, если ты читаешь «Желтые газеты» про Ча Гевара, ты не знаешь, что я читаю. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не читал, Желтые газеты. Я не знаю, о чем ты говоришь, Алексей, и вообще я хотел спросить. Во-первых, это я написал в газету про тебя, что ты будешь играть Ча Гевара. Ну вот видишь, а я про тебя не читал. Ты скажи просто, мне вообще не интересует это все, вот эта шумиха, которая у тебя. Просто скажи в программе «Смак» было или нет. Все. Так, ну более того, ты не первый человек, которого мы спрашиваем про это в нашей программе. Так, поехали, работаем. Давай, значит, сколько? 160 градусов должно быть в печке. Поехали. 160 в печке. Ну это, я думаю, что это сколько? До 15 минут. Ну это максимум. На самом деле нужно поглядывать, потому что, когда там все зашкварчит, можно уже вытаскивать. Слушай, а я хочу предложить сделать одну вещь. Что с картошкой? С картошкой все нормально, я пошел ее сливать. Картошечка с сельдеречком готова. Алексей, на секунду я тебя оставлю на нашей кухне. У нас короткая пауза рекламная, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что цедра в переводе с чешского означает «ты у меня первый». А вздрагивает дядя Витя с тех самых пор, когда сейф с духовкой перепутал. Валентин Катаев, «Маленькая железная дверь в стене». Дорогие друзья, СМАХ на Первом канале. У нас в гостях сегодня Алексей Воробьев танцует под неслышимую музыку. Леш, я принес... Просто я подумал, что когда ты стоишь там, почему-то на заднем экране показывают меня. Я решил, грех не посмотреть в этот момент в камеру и какую-нибудь странную рожу не показать. Я, ну, знаешь, ты... Может быть, меня не видно было, но мне было приятно. Ты знаешь, дело в том, что все задние экраны страны на сегодня твои. И передние тоже. Потому что сегодня ты наш герой. Мы за тебя болеем, мы за тебя держим пальцы. Я лично поставил 600 рублей на тебя в конторе «Вазген Евровижн». Ну что же. Так, нам нужно срочно начинать делать пюрешечку. Да, мы можем же это сделать прямо здесь? Отлично. Мы можем это сделать прямо здесь? Я тогда перекладываю это. Так, воду мы уже слили, надо сказать. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, очень хорошо. Так, теперь... Вот этой штукой мы делаем. Можно аккуратненько делать этой штукой. Теперь попробуй, кстати, картошки тут. Так я попробую, она вообще смотрится. Ну, как-то... Так не особенно. Дай-ка, в кастрюлю лучше это мы сделаем. Обратно пересыпаем в кастрюлю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Надо сказать зрителям, что именно такая технология правильной, правильной изготовки пюре, она и есть. Нужно высохнуть сначала вот сюда, потом... Давай, я уже начал делать пюре. Да. Тебя я прошу достать немножко сливочного масла. И молока. И пармезанчик. И молока, пармезанчик обязательно. Молоко, да-да, конечно, конечно. Да, ребята. Я к тебе личное просьба. Да я на всякие случаи спрашиваю. Ты не мог бы с этим пакетом петь сегодня? Да, конечно. На иди. Просто, когда выиграешь, просто взять отрезки. Я так рад. И весь пакет, как говорится. Так. За победу. Так. Так. Так, давай. Давайте вот прямо. Немножечко. Стоп. Я думаю, что вот. Вполне, да? Мы же любим такое пюре, не солюшка. Солюшки. Может, ты знаешь, я думаю, что соль не нужна, потому что мы добавим лучше дай-ка сливочного маслица. Давай. Вот так вот будет хорошо. Колотушка, тук-тук-тук, спит животное паук. Так, так. Как говорится. Натрика пармезан. Вот на этой его терочке. Так, так, так. А картошечка у нас уже полностью перемешалась, стала воздушной. Чем больше ее вот так вот делать. Ну как пармезан, ничего? Отлично. Так, так, так. Так, слушай, пюре, пюре, получается, пюре получилось, смотри. Пюре прямо. То, что надо? Смотри, какое пюре. Воздушное. Ты давай, насыпай. Мне кажется, пармезаном точно пюре испортить невозможно. Да понятно, но нужно опять размешивать, типа, не просто. Иначе оно все сверху наликвилось. Все, друзья, пюре, пюре, пюре у нас готово. Пюре абсолютно готово. Слушай, я бы добавил... Слушай, ты же хотел еще приготовить... Фруктовый салат. Фруктовый салат. Так, давай же срочно его готовить. Пюре у нас готово. Сосиски у нас продолжают запекаться. Что мы делаем сейчас? Десерт. Не десерт, а лё-десерт. Лё-десерт, как говорят у нас. Где у вас так говорят? В Ленинградской области. Для этого нам понадобится совершенно обычный йогурт. Обычный йогурт, да? Обычный йогурт. Белый, да? Нет, это не белый. Это клубничный. Клубничный йогурт. Ну, любой клубничный йогурт. Не обязательно клубничный, можно ананасовый, кому какой нравится. Я люблю клубничный. Ну, с каким-то вкусом, да? Ну, лучше со вкусом. Ну, это мы, наверное, потом. Да, пока не надо заливать, я просто его вытащу. А сейчас что нам нужно? И теперь берем и нарезаем те фрукты. На самом деле, мне кажется, готовить и придумывать блюда нужно исключительно с теми... С тем, что ты любишь. Соответственно, мы берем бананы. Что ты любишь? Ты любишь бананы? Ну, давай, ты нарезаешь бананы. Я что буду нарезать? Клубнику. Можно нарезать клубнику. Так, что... Обязательно мандарин туда. Как нужно нарезать? Это очень важно. Мелко. Ну, вот так. Вот, да. Можно даже крупнее, потому что фруктовый салат тонко. Да, но фрукты все-таки могут быть порезаны достаточно крупно. Так, я так понимаю, что это все-таки твой неизменный спутник. Судя по тому, в какой форме ты находишься, как ты прекрасно живешь. Сколько артистериков ходишь заниматься спортом? Ты же сейчас на коньках-то временно не катаешься? Я нисколько вообще не хочу заниматься спортом. Ты не занимаешься спортом? Вообще не занимаюсь. Значит, это природа? Ну, просто я же все время прыгаю, бегаю, на концертах полешу. Ну, ты танцуешь, у тебя же, да? Я видел твои клипы. Ты там сам же выполняешь все трюки, все танцы. О, да-да-да, это я очень люблю. Я и в кино, я недавно прыгнул в кинофильме с 17-го этажа и влетел в третий на веревке. Вот здесь вот была веревка и 17-го этажа. Скажи, а сколько артистов перед тобой должны были играть эту роль? Дальше. Так что, мандарины? Мандарины, апельсины, все, что нравится на самом деле. Подожди, а еще же есть вон... Это что, манго там? Или это дыня? Я не понимаю. Это дыня. Нет, это дыня, да? Я, по крайней мере, на это надеюсь. Давай посмотрим. Дынька. Давай посмотрим. Ну, опа! Точно, дынька, смотри, ты угадал. Я думаю, что там половинки хватит, да? Угу. Сейчас, смотри, это ты можешь забрать с собой на Евровидении, а я вычищаю. Да, кстати. Посмотри, как там сосисы. Сосиски? Нет. Еще нет, да? Леша, а могу я вот такое предложение сделать? Не резать дыню, а вот так вот ее, вот такими вот лепесточками. Ну, это новаторство определенно. Ну, вот такими вот веселыми лепесточками. Определенно новаторство. Потому что это же скорость прежде всего, да? Клево. Так, значит, дыня, мандарин, клубника, банан. Что еще? Да, в принципе, можно больше ничего. Да, ну, ягоды, да, еще? О, обязательно малина. Малина. Малина, обязательно. Малина, это хорошо. В принципе, туда еще обычно можно там бросить яблоки, причем какие нравятся. Ну, яблоко у нас все-таки такое, знаешь, у нас такое прямо... Тропический немножко. Тропический. Я думаю, что это хватит с мандаринами и апельсинами. Так, малина. Малина. Прямо всю, вся. Отлично. Это чуть-чуть. Назовем это голубикой. Совсем испортит. Спасибо. Да, отлично. Вот так вот, все. Ну ладно, не испортит, Леша, ну не испортит. И теперь я прошу тебя сделать, что ты давно хотел сделать, а именно, как говорится, превратить это уже все в утреннее такое блюдо. Вот, посмотрите, друзья. Нужно ложку. Сейчас, одну секунду. Ложку берем, переставим в бой. Что это такое, я не знаю. Похоже на язык змеи. Это ложка, которой открывают пиво. Давай. Вот это все можно просто размышлять. Ну что, пахнет, да? Пускай немножко постоит. Поаплодируйте, Леша. А я предлагаю сделать вот что. Прежде чем мы накроем на стол, я бы хотел перечислить все блюда, которые ты приготовил, а ты меня поправь, если я неправильно сделаю рецепт. Значит, пюре. Пюре. Сельдерей, картофель. Думаю, что можно даже где-то один к двум. Варите картофель в соленой воде вместе с сельдереем до готовности. Потом, конечно, все это разминаете. Добавляете сливочное масло, немного молока, по вкусу соль и пармезан на терочке натираете. И очень-очень тщательно все это перемешиваю, чтобы была такая воздушная субстанция. После чего, или во время, вы берете сосиски, надрезаете их, раскладываете. Внутрь кладете тонкие кусочки груши и заворачиваете сосисочку в бекончик. Кладете на противень. И где-то в течение, в общем, пока не будут готовы. На самом деле, это обычно минут 15. Ну, 15. Так, ну вот ты смотришь, друзья. Лежу. Можно я, Жанна, тебе придержите, ты будешь отвечать на вопрос? Что ты почувствовал, когда тебе сказали о том, что ты будешь? Ну, вот что ты почувствовал? Не, ну, меня вообще не посвящали в эти планы. Я, более того, в тот день, когда мне это объявили, и когда сказали, что я, это буквально накануне, до того момента, как я вышел на первый канал и спел в первый раз эту песню в эфире. Да. Ну вот, мне сообщили об этом, я еще текста не знал. И более того, в этот день я должен был улетать на съемки вообще в другой город. Получилось, что съемки пришлось отменять, все пришлось так вот в скорейшем темпе. Очень красиво тебе это получается. Ну, я порадовался, потому что... Слушай, ну, мне кажется, это для артиста, для певца в нашей стране, это такой, с такой любовью к этому конкурсу. Ну, как тебе сказать, ну, это ответственность огромная. Конечно. Леш, мы тебе желаем оставаться всегда таким простым, веселым, жизнерадостным парнем, потому что чем больше ты будешь оставаться самим собой, чем больше ты будешь продолжить и дольше. Есть такую простую еду, сосиска, груша, бекон, пюрешечка, типичное блюдо для нормального тульчанина. Мы... Тулика. Тулика. Мы тебе желаем удачи. Сегодня, сегодня час кикс. Сделай, пожалуйста, выступи так, чтобы нам, твоим согражданам, было радостно и чтобы мы все гордились тобой. Друзья, давайте попробуем, Леш, давай пробовать то, что у нас получилось. Пюрешечка. Да, пюрешки, температура пюрешки. И, друзья, вот, наконец-то, уникальный момент. Смотрите, груша, бекон, сосиска, сверху пюрешка и... Чувствуется уровень сразу. Леш, я хочу, чтобы после сегодня, после твоего выступления, вот этот вкус, который сейчас у меня во рту, был у всей Европы. Потом, Леш, давай я положу салатом. Чай, это мы, чтобы для проб, мы сейчас будем продолжать есть. Я хотел сразу тебя поблагодарить за это замечательное утро, потому что с таким хорошим настроением приятнее ехать. Конечно. А фруктовый салат готовился просто элементарно. Мы взяли самые вкусные фрукты, залили, порезали их, залили их фруктовым йогуртом. Давайте попробуем. Это просто очень вкусно. Леш, да. Давай. Мы желаем тебе... Мы желаем тебе не победы. Победа придет сама. Мы же на тебе успеха сегодня. Будь молодцом. Покажи им класс. Покажи этим европейцам нашу стать. Алексей Воробьев, друзья, сегодня в Смаке. Сегодня вечером, смотрите, вечером прямой эфир финала Евровидения из Дюссельдорфа. Алексей Воробьев. Там, Леш, одна фраза. Выйдешь на сцену, просто посмотри в камеру. И даже не подмигивай, даже не махай. Просто подумай на секунду о сосиске завертой бекон. И мы поймем, что ты с нами. Леша, сейчас вернусь, будем заканчивать завтрак. И я тебя сам отвезу на своей шестерке в аэропорт. Друзья, у нас заканчивается Смак. Увидимся уже тогда, когда будут известны результаты сегодняшнего финала конкурса Евровидения. Смотрите нас в следующий раз, в нашем следующем литературно-кулинарном альманахе. И вы узнаете, что папайя в переводе с румынского означает «Я ведь твой отец Ванюшка». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!